Друзья, пока весна до нас еще не дошла и мы находимся в ожидании, предлагаем вам создать просто себе весеннее настроение, хотя бы потому что март на календаре и календарная весна уже наступила. Весеннее настроение, экскурсия под таким названием, пройдет в это воскресенье в Таллинском зоопарке. В 10.30 все желающие могут подойти туда и под руководством Алексея Туровского посмотреть на животных, узнать, как меняются их привычки и поведение с наступлением весны. А мы сейчас об этом узнаем прямо сейчас в нашей студии. Доброе утро, Алексей! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Как меняется жизнь в зоопарке с наступлением весны? Ну, разумеется, градуалистически, то есть более-менее постепенно, но с ускорением по мере того, как ускоряются все эти фенологические процессы. Ведь длина светового дня растет с разной скоростью. Чем ближе к маю, тем быстрее. Ну, вот в январе уже прибавлялись дни по несколько секунд в сутки, да, а сейчас по многу минут. Так что, разумеется, у нас весна идет, ну, вот как катится большое наступление. Сначала, понимаете ли, арт-подготовка, то есть все поют громким голосом, да, А потом начинается уже и праздник не только песни, но и пляски. И это кое-что. Замечательно, замечательно сейчас в зоопарке. Действительно, очень славно. Кстати, вот что касается этой экскурсии, на всякий случай я уточню, если позволите. Конечно. Проводить я ее буду действительно с 10-30 со стороны Пальдийской манты, от наших северных ворот. Ну, во-первых, эту экскурсию город заказал по-эстонски. И, разумеется, всегда успею что-нибудь сказать и по-русски тоже, само собой. Во-вторых, на эту экскурсию уже записалось около 300 человек. Так что я сделаю все, что смогу, для того, чтобы все-все-все все видели и всем-всем было слышно. Ну, вот, а вы пронансировали. Ну, давайте посмотрим. Ну, ничего страшного. Знаете, нужно сделать еще несколько экскурсий, судя по всему. Попробуем. Для того, чтобы все желающие смогли попасть. Попробуем. Мне сейчас эта цифра просто в 300 человек удивила. То есть настолько сегодня люди хотят попасть в зоопарк. Это каждый раз такой аншлаг? Да, каждый раз. Я на своем области знаю, что пытаюсь записаться на ночные экскурсии с Алексеем Туровским. Невозможно на них записаться. Спасибо. Но Алексей, Алексеем, а в зоопарке есть совершенно замечательные экскурсоводы. Кстати, вы же знаете Дарью Зубареву? Ну, Дашеньку нашу знаете? Да, да. Ну, вот. Наши вечерние коллеги, да. Совершенно верно. Вот она экскурсии проводит совершенно великолепно. Ну, вот была у меня в кружке друзей зверей Таллинского зоопарка 9 лет. 9 лет. Она знает зоопарк. Вернемся к весне. Давай. Что весной меняется в зоопарке? Как начинают вести себя животные? Кто уже запел громкие песни? Кто еще только готовится проснуться? Пели и плясали, и сейчас еще поют и пляшут, и будут еще, может быть, даже до мая разные виды в разное время, наши фазаны. Ну, что для петуха фазана? В любом случае, это же одно семейство фазаний. И наши куры, и павлин, и все замечательные красавцы фазаны, все они относятся к этому семейству. И для них, для всех крайне важно, для самцов, для петухов, именно по весне, именно вовремя, показать, насколько они симметричны. Ничто так не действует на дамскую душу, по крайней мере, у куриных, и не только у куриных, как четкий, вот такой вот, знаете, я бы сказал, даже очень активный, резкий, чуть ли не агрессивный сеанс демонстрации «Я симметричен, ты смотри, насколько я симметричен». И, разумеется, надо обязательно показать, какие гладкие, яркие, чистые и, опять-таки, симметрично расположенные в брачном наряде у меня перышки. Пели, конечно же, орлы, они поют не очень красиво. Орлы поют, вот это, конечно, открытие. Поют даже и вороны, знаете ли, если мы назовем птичьей песней, вот такой вот специальный ритуальный такой посыл самкам приглашения. «Слетайтесь ко мне, приходите от меня в восторг, всем остальным самцам это предупреждение, клюв сверну, всем конкурентам это, опять-таки, предупреждение, не сметь сюда соваться, все гусеницы здесь зарезервированы, разумеется». Для дам. И, в общем, такие, разумеется, для дам, для детей, для семьи, для дома. И, разумеется, такого рода сообщения все виды птиц, так сказать, посылают в мир, в том числе и вороны. Я уверен, что ворона не сомневается, она поет. Мы, конечно, можем с этим не соглашаться. Ну, это не только вороны иногда не сомневаются в том, что они поют, а мы с этим можем не соглашаться. А увидят ли посетители зоопарка каких-то животных в весеннем сезоне уже на улице, тех, которых до этого они видели только в вольерах? Кто-то появится, вот, выйдет на свет из клетки? Да вы знаете, была такая теплая, вот вторая половина зимы была настолько глубокая, ну, какая-то рекордная, так сказать, теплоте, по температурам высоким, рекордная такая оттепель практически весь февраль, да, что у нас животные, то все время более-менее все гуляют, ну, конечно, обезьян, кроме японских макат, на улице все-таки нет, еще не будет, это действительно животные тропических лесов, для них все-таки холодно. А антилоп, наверное, тоже пока не будет, ну, так все, в общем-то, гуляют. Хищники гуляют? Да, да, хищники все время гуляют, естественно, гуляли весь февраль, и сейчас гуляют наши каракалы, изумительные, шоколадного цвета, так называемые пустынные рыси, они не рыси, они ближе к пумам, но похожи, кисточки на ушах. Ну, а наши слоны и носороги, и кибиби, и кигома, ну, главным образом, девочка, кибиби, конечно, наш носорог, они гуляли и по снегу, они у нас хорошо акклиматизированы. Сейчас, вот в март месяц, да, поют рыси, это замечательно, ну, не могу я иначе сказать, на мой слух, ну, поют они, причем прекрасно. Красиво? По-моему, очень, высокими голосами, прошу прощения, самцы, низкими голосами самки, это свойственно всем настоящим или мелким кошачьим, да, к которым относится и рысь, и, кстати, даже пума. У больших кошек, у них все-таки у самцов голос мощнее, ну, у льва, например, да, хотя львица рыкает, так что никому мало не покажется, естественно. Но у настоящих кошачьих самка, вот, когда она зовет этих самых молодых людей, то есть рысень или, там, скажем, домашних кошек, зовет котов. О, точно. Этот призыв имеет совершенно определенную дешифровку. Мальчишки, все, кто хоть чего-нибудь стоит, идите сюда, строитесь. Я сейчас буду выбирать. И я буду выбирать. И выберет она всех, кто того стоит. Всех? Гетероспермия, конечно. Конечно, ведь малыши кошачьи, они же сколько-либо далеко от мамы и от друга не уходят, они территориальны. И вероятность того, что брат и сестра дадут потомство, в свою очередь, ну, скажем, через год, да, эта вероятность очень высока в любом случае. Так что, чем разнообразнее генетически котята, рысята, кто угодно, в одном помете, тем надежнее. Кровосмешение, связанные с ними опасности, имбридинг, да, будет, так сказать, отодвинут куда-то, вот, да, в тень подальше. И самки, кошки, вот, они зовут низким голосом. Примерно так. А самцы высоким? Да. Самцы высоким, это значит, дорогая я. Я тут. Ну, коты обычно просто сообщают, я тут, и лучше меня никого нет. У других животных, так сказать, у которых все-таки есть что-то вроде семейных отношений, вот у них самцы обычно, обращаясь к самке, сообщают что-то вроде, если что не в порядке, я во всем виноват, за все спасибо, и я навеки твой. Боже мой, как это приятно слышать. Я думаю, что на этих словах может уже даже и передача заканчивается. Хорошо работает такая фраза, не правда ли? Конечно. Безотказно просто. Ну и, конечно, у нас дикие, свободно живущие птицы, и у нас и козули, ну, козули скоро будут рожать, естественно, у них у всех жвачных практически гон осенью. Да, птички у нас поют, мухи летают, комаров пока еще нет. Слава богу. И все начинает свистеть. В общем, весеннее настроение, можно сказать, пора любви доступила в зоопарке. Об этом расскажет на экскурсии Алексей Туровский. Она состоится в воскресенье в 10.30, но информация эта фактически бесполезна, потому что все места заняты, будем надеяться, что будут созданы еще дополнительные экскурсии. На этой ноте любви и весны заканчивается наша передача.